В каких передачах ты снимала? Ну вот это, телевик, это я тогда работала в галерее в Измаилов современного искусства. Это был 2010 год. Или 11, ну 11, наверное. 11, 10 в общем. И меня отправили от этой галереи туда. Одна была передача, там был прямой эфир, было страшно очень. Какой-то прямой эфир, потому что. А второе, это был не прямой эфир, просто как бы, ну вот, потом монтаж был. Вот это показывали, ну вот телевик, это канал, это восточный округ. Вот там вот, я даже не видел сама. Вот, но все обещают дать записи, так и не давят. Да, я Лейла передачу тоже не видела. Мне так периодически звонят, говорят, Даш, мы тебя видим по телевизору, там каких-то кабельных каналов, там твои коты и ты. А, прикольно. Причем это было очень смешно, как они это снимали. То есть у Лейлы аллергия на котов. Она мне позвонила, говорит, можно я твоих котов снимаю? Она говорит, конечно, господи, мои коты в твоем распоряжении. Она приехала, они приехали в итоге все там, все, сняли. Мы придумали там сюжет, что кот, в общем, помогает выбирать там какие-то пиар-стратегии. Ну, в общем, как-то мы там заморочились. Телеканал «Домашние животные». А кот у меня был такой смышленый, он мог лапкой его показать. Ну, в общем, он показывал, показывал, вот это вот все. Но когда включили камеру, он затупил. И да, он такой сидит, такой смотрит, грустный. У него там операторы все такие. Вот, ну давай, ну давай. Ну, самый, конечно, смешнее всех выглядела Лэйла, потому что у нее началась как раз вот эта вот аллергия уже у нее так, слюни, сопли. Я такая сидит, ну давай, ну давай, скотина, ну давай. Ну, чего там? Ну, это да, это интересный опыт. О чем мы не поговорили. А, вот по поводу цены. О деньгах мы не поговорили, о самом важном. То, что по идее, как бы здесь есть несколько входов. То есть, если открывать магазин антикварный, по типу ломбарда даже, то это одна тема. То есть, соответственно, там идет аренда помещения, ИП, вот, ну, как бы, вот все вот эти технологии, бухгалтерия. А другое, если ты как бы сам по себе. То есть, ты ходишь на большинные рынки, и потом выставляешь это или на Авито, или на Ебэ, или в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть, здесь тебе, в принципе, не нужны никакие инвестиции. То есть, у тебя есть, ну, даже свободные, там, 5 тысяч рублей. Ты чисто торгаш. Ну, как бы, да. То есть, как бы, сходи, ну, не чисто, потому что нужно, как бы, понимать тоже. Ага. Потому что вот эта идея, она не работает. То, что вот есть такой тоже, ну, фишка такая, то, что пришли на блошиный рынок, посмотрели, сколько это стоит, и купили. Но там-то другое продается. То есть, типа такое же, но другое абсолютно. А как, слушай, а как отличить вот, типа такое же, но другое? Ну, то есть, понять. По клеимам, например. То есть, какой год? Очень многое зависит от года, от клима, от сохранности уже, о том, что я говорила. Плюс еще есть такая вещь, как провинанс. Провинанс – это история бытования вещей. То есть, например, если картина висит, и в силу она у Рокфеллера, допустим, сейчас она на аукционе. И точно такая же картина, но она висела у кого-то неизвестного, у Васи Пупкина. Так вот, у них цена будет абсолютно разная. Ну, не абсолютно, конечно, но будет большой диапазон, потому что здесь есть провинанс. Или то же самое, пластиковая расческа 60-х годов. Это не стоит ничего. Но если она была у Марли Монро, она уже что-то стоит. Ну, это как перчатка Майкла Джекса. Да, 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 да. И то есть, как бы, вот, ну, соответственно, вот это, вот, или там в царской семье, например, находилась вещь. Или просто у каких-то там князей Исуповых это было. То есть, если у вещи есть провинанс, она стоит больше. И особенно сегодня, почему? Потому что очень много подделок. Вот да, а как понять, что это не подделка, что это не придуманный кем-то провинанс, а реально так все и было? Очень просто. Как правило, то есть, подельщики, вот люди, которые подделывают, это люди, которые на чем-то они промахиваются. То есть, как бы, у предмета все должно совпадать. Стилистика, то есть, надписи, которые там, техника, в которой он был изготовлен, и то время, которыми его атрибутируют. И, как правило, когда, если дают бумагу, атрибуция, первое, что нужно сделать, отправить запрос в это место, где стоит печать. Вы делали это или не делали? Как правило, говорят, нет, мы не делали. У меня была смешная ситуация, мне прислали вот такой глиняный горшок с атрибутикой, то, что это третий век до нашей эры, какая там известная драйвельская компания. Причем компания, как бы, ну, достаточно такая известная. Вот, и все вроде здорово, но горшок, он настолько стилистически был оляпистый, а там, что эта атрибутика третий век до нашей эры, ну, как бы, вообще было странно все это. И я открываю, соответственно, адрес этой компании, и, да, это все компания известная, занимается керамикой, но современной. Они антиговориатом вообще не занимаются. Какую атрибутику они могли сделать? То есть, понятно, они взяли вот эту печать, там, подделали, и мне вот с этой бумагой вот эту вот, эту вазу выдают. Но там по этой вазе видно, что она уже, как бы, ну, явно что-то не так. Плюс в Лондоне где-то лет пять, наверное, назад были фальсификаторы, они подделывали асирийские рельефы такие, из известняка, из камня большие такие. Вот, и как их поймали? То, что уровень их работы был выше, чем у оригиналов. То есть, они все более, более, как бы, аккуратненько так делали. А грустно было то, что там еще клинописный идет текст. Ну, конечно, они старались, Юль, ну, будет такое стремление улучшить. Вот, и самое грустное, что клинописный текст был правильный. То есть, им помогали люди, которые профессионалы, именно вот профессиональные асириолы. Да, ну, окей, подпись-то можно подделать, а штамп как подделать? Клеймо, подклеймо мастера Фаберже, когда уезжали, все клеймо вывезли в Европу. А-а-а. Клеймо подделать очень легко. И, соответственно, они из хорошей вещи, неизвестного автора, сделали подделку. Если так оно что-то стоило, то оно уже не стоит ничего. Потому что ее сделали поддельной. Вот так вот. Вот это очень, ну, как бы, так вот делают. Чаще всего подделывают там подпись что-то где-то. Не заново делают произведение искусства, а просто подделывают что-то. Ретро-фотографии снимают тоже. То есть, картину написали, например, а-ля там Пятый Кандинский. Повесили на стену, сделали там ретро-фотографию, старенькие костюмчики одели, вот тебе проявляться, пожалуйста. Ну, я не знаю, это очень как-то скучно. Мне кажется, вот я согласна в этом смысле, Сурно, что очень скучно, хочется же новое создавать. В этом же кайф, кайф есть. Это просто другие деньги. Ну, это тогда вопрос. Это другие люди. Это не другие деньги. Это другие люди. И в этом ключевое. Потому что есть люди, для которых деньги, которые работают ради денег, а есть люди, которые работают, ну, как бы, для них важнее работа и реализация. И это совершенно разные вещи. И более того, вот для нас, например... Дыни не пахнут. Не пахнут? Ну, да. Любим способом заработать. Ну, да, но не все так считают, вот вам про это говорим. Да. Вот. А еще, что я хотела сказать. А, да. И вот, например, вот моя задача, допустим, и вот в основном очень многих ардилеров, которые честные ардилеры, если брать вот антиквариат. Задача так, чтобы были оригинальные вещи, не было подделок. Это очень важно. Потому что подделок очень много. И вот это вот именно, как детектив такой, вот, ты нашел какую-то вещь, тебе нужно понять, что это действительно это оригинальная вещь, да? У нее есть история своя. Угу. Вот. То есть, как бы, вот задача именно, вот... Почистить рынок, да? Да. И почистить рынок, да? Ну, такой санитар-лес. И дать новый дом, да, вот, предмету. Угу. Вот. И увеличить его историю еще. Здорово. Так, все, я пишу подводку. Ага. И делаем подсъемы. По химическому анализу уже можно, да. А, по химическому анализу, это очень интересная тема такая. Можно датировать точный металл, например. Там есть такие хрусталики, которые под микроскопом в разное время, разной величины. А химический анализ, он 100% не дает. То есть, после... Радиоизунотопные. Да, но вот дело в том, что у нас, там, после 1920 года, когда вот появляется... Радиация увеличилась. А? Радиация увеличилась. Да, радиация увеличилась, да. То есть, как бы, вот это вот все, но это все равно не 100%. Была большая конференция, посвященная Наталье Гончаровой. И вышел на западный каталог, и половина была поделок в этом каталоге. И сдавали люди, которые ни разу не были в России. А основное ее собрание находится в России, в Третьяковке, в фондах. И выступали очень много экспертов. И там поднялся вот человек, который занимается именно вот химическим анализом углеродным. И он говорит, вы знаете, мы 100% не знаем. Они же маленький кусочек берут, это же очень дорого. И они говорят, мы можем склониться и в ту, и в другую сторону. И, как правило, мы склоняемся в ту сторону, какую хочет наш заказчик. Это то, это всегда вот именно симбиоз, все должно совпасть. Это вот до такой степени, что даже в тысячу творогов, скажем так, 14-й орнамент, который 4 тысячи лет, неопределяемо. Это сумма факторов. Сумма факторов. Один фактор вот так вот, даже вот на археологические раскопки я ищу. Мы нашли, допустим, вазу керамическую, и мы приносим, мы говорим, датируйте нам ее. Нам говорят, где мы ее нашли, какого времени захоронения, дайте нам все вот это вот. И то же самое, если датировать, например, картину художника. Допустим, если он, это русский художник, он уехал, допустим, во Францию, он писал на французском холсте. Если холст русский, уже вопрос, почему холст у него такой. То есть это вот вплоть до холста идет все. Краски сейчас можно старые купить. В Германии делают старые краски, там и 12 века. Какие хотите, вам такие продадут. Конечно, вот именно с этой радиацией, с изотопами, вот это да, там еще как-то можно немножко отследить, но это настолько все тонко. И наука, которая работает на фальсификаторов, она идет гораздо быстрее, чем наука, которая работает на людей, которые атрибутируют вещи на самом деле. Почему? Потому что у них больше финансов. Конечно, у фальсификаторов, конечно. У коллекционеров таких? Ну, это же не коллекционеры, это в основном ученые, то есть именно наука. У науки бюджет ограничен. Даже вот в Британском музее, где я базируюсь, у нас там очень маленькие бюджеты, очень маленькие. А у частных компаний бюджеты большие, потому что у нас в музее вход бесплатный. То есть вот эти вещи производятся в промышленном, как бы, в промышленном масштабе? В коллекционерах это делают крупные компания, а не какие-то фальсификаторы? Фальсификаторы нет, как правило, они вот там заточены, то есть, допустим, они делают определенного, у них есть коллекционер, и они понимают, а вот этому коллекционеру мы продадим вот эту картину. И они уже, он собирает, допустим, Айвазовского. Айвазовского в несколько тысяч раз больше на рынке, чем Айвазовский на самом деле написал. И это не только Айвазовский такой. Вер Меер тоже. Вот, то есть и в музеях тоже очень много подделок. И никакому музею не выгодно проверять. В Эрмитаже у них есть список. Каждый предмет проверяет, это оригинал или это подделка. Каждый абсолютно. Ну как почему? Вот так у него подделка будет в сеть. Это не выгодно. И вот в Эрмитаже мы, когда там стажировку проходили, все те вещи, которые под вопросом, они там через сто лет в списке на проверку. А те, которые кристально чистый провинанс, это сто процентов оригинала, вот их с них и проверяют. Потому что ни одному музею не выгодно. И то же самое, что многие музеи, вот там вазы подделали, разные вещи. Те, которые вещи под вопросом, их никому не выгодно проверять. Зачем? Мы думаем, это оригинал, а пусть у нас будет оригинал. А в музеях в десятках понадобие сто процентов на обычное проверение? Да, но их подменивали. Была очень известная история оригинальный музей. У него была картина какого-то художника, пусть это будет Шишкин, я не помню кого. Какого-то... А? Малевич. Нет, не Малевич, кто-то классический был художник. И они очень гордились этой картиной. И затопило. И картину отправили на реставрацию в Москву. И они говорят, а вы знаете, у вас копия. Они говорят, не может такого быть, у нас точно оригинал. Начали разбираться, оказывается, в 90-е годы их тоже топило. И в 90-е годы эту картину уже послали в Москву. И вот тогда приехала уже подделка. То есть как бы их в разное время подделывают. Более того, музейщики могут внести и вынести все, что угодно из музея. Более того, вот у меня в Британском музее, например, там всего два ключа. Если только музейщики, мы вот видели, третий год недавно, так? Да, вообще посторонний человек. Зашел, снял его. Серьезно? Да. А, по-моему, был Жив сказал. В новостях. Да что это? Такая юмористическая была история. Реально, заходит в Третьяковку мужик. По-моему, как-то Айвазовского, да, он вынес? По-моему, Айвазовского. Ну, короче, он заходит со стремянкой. Да, причем он зашел так по приколу. Поставил он стремянку. Причем там в экскурсии, да, бабули, то есть все сидят. Снял его. Это был фильм, старый фильм. Разбойники, да. А только это не фильм. Он снял ее и понес. И понес. Он ее и унес домой к себе, да? Его никто не задержал. Да, никто. Чем наглее, тем и не понимают. Но на самом деле, да, спокойно можно. Я сто раз заходила на кухню кафе с шоколадницей, потому что мне было короче там пройти. Я еще так заходила, так говорила, здравствуйте. В дельфинарии, когда очереди были, мне нужно было встретиться там с подружкой, и она пришла раньше, чем я. Ну, и купили билеты, и уже прошли внутрь, и, соответственно, мне нужно было как-то миновать эту толпу. А я, ну, просто по тупости, короче. Получилось так, что я прошла через шоколадницу. Я туда зашла, поздоровалась со всеми, вышла. За мной решили еще там несколько человек, видя мою такую наглость. Я же по телефону разговаривала. Увязаться, пойти тем же путем. Их вернули, а меня нет. Потому что ты искренне веришь в то, что ты делаешь. Вот этот, если подделки, вот этот, одно время, лет 50-60, ну, короче, еще этот, Мадонна, да, ну, любила подделки тебя, но подделки не подделки. Она ходила по антикуардным музеям, ну, музей, по антикуардным магазинам, старые картины покупала. И на ней он дорисовал, она дорисовала, ну, свои, как, бедения или что-то. Вот, и они намного дороже продавали, да, чем эти оригиналы, которые там стоят. И там какой-то тоже артист тоже этим занимался. Большие глаза этот фильм, нет, широко открытыми глазами это Кубрик, а это Большие глаза. Это, по-моему, не помню, в общем, кто это режиссер. Ну, там про муж с женой, да, он ее критиковал жутко, а потом, она на самом деле была талантливой художницей, а он продавал ее картины. Вот это притеча. И, соответственно, он обижается на весь белый свет и начинает подделывать. Вермира он подделывал. И он подделывает так, что все уверены, этот же критик признает, что это оригинальная работа. И он все это продает, и начинается Вторая мировая война. И он с картинами уезжает в Штаты, и там это продает. А это стул электрический. И его садят в тюрьму, и у него выбор. Или он садится на электрический стул, или он признается, что он их написал сам. И он говорит, это я сделал, он признается. Ему не верит никто. Его закрывают в комнате, и он создает точно такую же работу. Вот, да, это вот фильм потом про это сняли такой. Но он очень быстро умер потом в этой камере. Это реальная история. Ну, еще бы не умереть-то, чтобы зимой. Но, ты знаешь, это какая-то обратная сторона художника. Немцы заняли Голландию. И после, как немцы ушли, после Второй мировой войны, его под суд дали, что национальное достояние продавало оккупантам. И он при них, ну, показывал, как он делал. Он даже кракедуры подделал. Он ходил, покупал старые холсты, старые порошки, красок. Сам составлял, картины делал, с холста снимал. Ставил у печки на какое-то время, чтобы кракедуры появлялись. Короче, он все так делал, и ни один эксперт не мог определить, что это Бернеер или не Бернеер. Ну, вот это ради денег, да, все? Но он это сделал как бы из-за амбиции. А если бы он сам, да, если бы он сам что-то такое придумал, может быть, его дороже... Он уродился. То есть это диагноз? Да нет, он же обиделся на критика, когда к нему жена ушла. Обиделся, не обиделся, обиделся многое. Да, но он как бы, как... Но есть же фанатики, да, каких-то там писателей и так далее. Вот он фанатик вот этого художника. Нет, я думаю, что здесь больше то, что он обиделся на мир, то, что его работы не приняли, и что он недостаточно хороший художник. И он показал, ага, то есть вы думаете, я плохой художник, вот вам. То есть вермейши образованный. А, и он так типа полносучен. Да, вот я думаю, вот это была его идея.